Пьер Антонио, бонжорно, бонжорно. Меня слышно? Да. Аллора, спасибо комментарии. Я хотела бы знать только переводчики готовы. Более саперы ночи. Переводчики готовы, да. Переводчики готовы, и мы можем начинать, как только от вас команда поступит. Да, уже время, 15 часов, так что можно начинать. А куинди, соно, джалори куинди, че димоска, и пусямо репрендер ла ностры активита. Ну, опять перепутанные каналы. А порочи сэмпре ластеса конфузьоны диканали. Вот так, да? Нормально. Да, все хорошо слышно. Отлично, тогда, доктор Пиатти, я прошу вас. А, думаю, пожалуйста, джалор Пиатти, че ла че димао ди гестире ла ностры конферензе, ла ностры кондэннио. Спасибо, да, с удовольствием буду вести. Если позволите, я тогда буду продолжать. А прежде всего хочу поприветствовать всех от имени доктора Ардура, который присоединится к нам через какое-то время из дома. Существуют определенные сложности, поскольку отключали электричество. Я хочу передать слово Алексею Беглову, который будет говорить о предпереломном моменте в советско-религиозной политике в Саровиковые годы. Я, к сожалению, болею, поэтому я, как соавтор этого доклада, выступлю вместо него. Так, хочу сразу сказать, что из-за болезни Алексея Львовича мы не смогли обработать полностью доступные нам источники. Поэтому я сосредоточусь в этом докладе на тексте письма отца Леопольда Брауна, адресованного в Государственный секретариат 6 декабря 1943 года туда направленное. Это письмо достаточно интересно по своей структуре и акцентам, которые отец Браун в нем расставляет. В этом тексте можно выделить три сюжета. Во-первых, описание общей обстановки, которую он наблюдал, он приводит отдельные факты, которые при этом, надо сказать, не всегда проверяемы и некоторые выглядят несколько сомнительными. Второй сюжет – это собор православной церкви 1943 года, на котором был избран патриархом московским, собственно, митрополит Сергий. И третий немаловажный сюжет – это визит архиепископа Йоркского, одного из приматов церкви Англии, Сирила Гарберта. Этому последнему сюжету отец Браун уделяет в своем письме чуть больше места, чем первым двум сюжетам вместе взятым. Если говорить об общей обстановке, которую описывает отец Браун, то он сосредотачивается на событиях публичной молитвы в день начала войны. В Загорске, в Троице-Сергиевой лавре, как он пишет, подчеркивает массовость этих молитв за родину и за погибших. Он пишет, что толпа была огромной. В этом письме он отмечает, что на церемонию были приглашены крестьяне из соседних колхозов, а также, цитирую, дети и школьники. И в данном описании сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, на тот момент, как мы знаем, Троице-Сергиевой лавре не была еще передана церкви. Это произойдет позже, только в 1946 году. По всей видимости, молитва происходила в открытой тогда церкви Загорска, а именно в Ильинской церкви. Возможно, что она проводилась на площади перед лаврой, но крайне маловероятно, что она проходила внутри. Совершенно точно мы можем сказать, что власти не приглашали, как пишет отец Браун, крестьян, детей и школьников. Конечно, власти всячески сдерживали массовость даже таких вот патриотических мероприятий. Скорее всего, мы с Алексеем Леонидовичем предполагаем, эти люди пришли по собственной инициативе, что во многом может свидетельствовать о религиозном подъеме среди населения. В письме отдельно, хотя и кратко отмечается факт передачи предметов культа, которые были экспроприированы советской властью из католических церквей, польской дивизии Костюшко. Он также отмечает появление в Ленинской библиотеке портрета Александра Невского с сделанной под ним подписью молитвой. Так как он не уточняет, какой именно текст был помещен, тем не менее, соответственно, это требует некого дальнейшего осмысления и поиска, что это мог быть за текст. Он отмечает насмешки над многочисленными фотографиями митрополита киевского Николая Ярушевича. Насмешки, как передают слухи со стороны фотографов. Митрополит Ярушевич, Николай Ярушевич был, как мы знаем, единственным епископом православной церкви, который остался в Москве до осени 43-го года. И, как мы полагаем, из этой ремарки следует, что именно митрополит Николай совершал вот эту ранее упомянутую публичную молитву в Загорске. Одно из замечаний, на которые обращает внимание отец Браун, он его цитирует, «фотографии для союзников». Один из распространенных слухов, встречающийся, кстати, в сообщениях и НГБ, сводится к тому, что религиозные послабления, которые наблюдаются в этот момент во времени, они являются скорее такими пропагандистски-демонстративными, чтобы показать наличие в Советской России свободы религии союзникам. Отчасти так и есть, хотя, как Алексей Львович во время работы над документом отмечает, были и другие мотивы. Также отец Браун обращает внимание на рассказ о чудесах, которые происходят в это время. В частности, он упоминает сон девочки некой, который явился во сне некий старец и рассказывал ей о Боге и некоторых других религиозных сюжетах. Из других источников военного времени известно, что такие сообщения, то есть сообщения о чудесах, часто носили эсхатологический характер. В этом письме есть несколько сообщений из сферы образования. Например, цитирую, 5 июля во время педагогической ассамблеи были сделаны предложения направить усилия на более духовное образование. Кажется, что это сообщение, в общем, носит достаточно фантастический характер. Не ясно, что это за ассамблея и о каком духовном образовании может вообще идти речь. Поднимается в письме также тема преподавания латыни в вузах. На самом деле речь может идти о возобновлении преподавания древних языков на гуманитарных факультетах. То есть это никак, скорее, не связано всего с религиозной тематикой. Он говорит о сообщении о введении раздельного обучения мальчиков и девочек в школах. На самом деле вводилось только в крупных городах, не повсеместно. Речь идет о введении в раздельном обучении, которое происходило с начала 1943 года. В начале 1943 года оно было введено с 5 по 10 класс, а 16 июля 1943 года, начиная с первого класса. Браун, по его словам, он передает это со слов учителей, усматривает в этом введении борьбу за мораль, моральный образ, облик и воспитание школьников. Между тем официальная мотивация была следующей. Существовало мнение, что подобный подход учитывает физиологические и психологические особенности полов и способствует более качественному усвоению знаний. Отметим здесь, что раздельное обучение было отменено уже в 1954 году. Также Браун пишет, что люди задаются вопросом, не будет ли введен в школах закон Божий. Особенно этот вопрос поднимался после проведения собора православной церкви 1943 года, о чем сейчас будет сказано. Такой слух существовал, и об этом мы знаем также из сообщений органов госбезопасности, но он не был особо массовым и центральным в сводках. Если говорить о второй теме, о сообщениях о соборе православной церкви 1943 года, то сообщения, которые о нем передаются, они передаются, как о неком казусе. Да, отец Браун пишет, все удивляются таимственным обстоятельствам проведения собора в такие короткие сроки. И действительно, собор был неожиданностью, как и предшествующая ему встреча в Кремле Молотова, будущего председателя новосознанного совета по делам Русской Православной Церкви Карпова, с митрополитами Сергием Строгородским, Алексием Симанским и Николаем Ярушевичем. Встреча произошла в ночь с 4 на 5 сентября, а собор был проведен уже 8 сентября. То есть, как отмечает Браун в большинвистские строки, как и просил на вот этой встрече Сталин. Также был повлечен епископ, который прежде был сослан, это отмечает Браун. И, по всей видимости, речь идет, скорее всего, о епископе Лукея Войно-Ясенецком, привезенном на самолете из Красноярска. Впрочем, он был не единственным ранее сосланным епископом, который принимал участие в соборе. Браун пишет, всех поселили за счет правительства в новой гостинице «Москва», которая была предназначена только для членов Компартии. И здесь, как кажется, Браун преувеличивает слух о роскоши, размещении епископов. Но слух был, насколько мы знаем, достаточно характерным. Интересная деталь, на которую обращается внимание. Браун искали одного священника, который 5 лет назад был сослан. Но его так и не нашли, как можно понять из контекста самого писема. Возможно, это обдаленный слух о списке из нескольких десятков фамилий епископов и священников, подданных патриархам Сергием Карпову с просьбой об их освобождении. Как известно, в жизни их из них остался только один – Николай Могилевский, находившийся в ссылке в Казахстане. Довольно точно по официальным сообщениям пересказывает Браун основные детали собора. Здесь и избрание патриарха Сергия. И, как он пишет, на соборе было принято также обращение архиепископа Саратова Григория Чукова об объединении всех сил для борьбы с гитлеризмом. Также сообщает об официальном объявленном создании Совета по делам православной церкви советской власти. Браун дает к этому описанию несколько комментариев. В частности, цитирую, «это запоздалый ответ на крестовый поход Гитлера, но это не вносит существенных перемен, потому что декрет от 8 апреля 1929 года остается в силе. Комиссия, которая тогда была создана, в 1939 году еще точно существовала. Но факт все же в том, что православная церковь получила благожелательное отношение к правительству». Значит, формально относительно закона от 8 апреля 1929 года он прав, но он не учитывает и не может учитывать многочисленные секретные постановления правительства с формулировкой до особого распоряжения не препятствовать. Таким, собственно, образом регулировался постоянно весь новый курс в отношении православной церкви. Значит, он допускает одну фактическую ошибку о том, что комиссия была упразднена 16 апреля 1938 года, а не в 1939 году. И его тезис, который в письме озвучен, «Факт все же в том, что православная церковь получила благожелательное отношение правительства», он, в общем, не сомнением. Третий визит, на который особо хочется обратить, третий сюжет, на который следует особо обратить внимание, это, как я уже сказал, визит в Москву в 1943 году архиепископа Йоркского Сирила Гарбета. Значит, речь идет об архиепископе, которого советские власти считали, скажем так, склоняющимся к левому взгляду. Здесь я хочу отметить, и мне кажется, это важно, что если они действительно так считали, то было очевидно, что они очень неверно оценили личность архиепископа. Гарберт был архиепископом Йоркским с 1942 по 1955 год, политически и богословски. Он был, можно так сказать, переходной фигурой между Эдвардианской и современной эпохами в истории церкви Англии. Он был, скажем так, по своим воззрениям, можно сказать, националистом и придерживался, скажем так, эрастианских, хотя это очень условный термин, воззрений на церковь Англии. Он рассматривал ее как национальную церковь, которая несет духовную ответственность за все английское население Англии. И был сторонником традиционного союза, соответственно, короны и алтаря. Он был известен своими традиционными взглядами на семью, на сексуальную мораль и на смертную казнь. Он также был, что немаловажно в контексте того, о чем пишет Браун, он был пионером экуменического движения. И во время войны и после нее он активно ездил по разным странам, как Европу, он посещал США. И, соответственно, он посещал многие страны советского блока. Он был правых взглядов, как мы бы его описали сегодня, но благорядно относился к возникающим в этот период welfare state, государству всеобщего благоденствия. Возможно, именно этот момент как-то создал неверное впечатление о его политических взглядах. Соответственно, вот это вот, как представляется, ложное представление о его политических предпочтениях, оно, собственно, стало основанием для санкции со стороны советского правительства патриарха Сергию пригласить архиепископа Гарбета в Москву. Для самой русской православной церкви, для патриарха Сергия это было во многом продолжение линии контактов между русской православной церковью и церковью Англии, которые начались еще в начале 42-го года. Для русской церкви контакт был исключительно политическим и поддерживающим общественные контакты между союзниками. Так он, во всяком случае, рассматривался русской православной церквью и советской стороной во время войны. Интересно, что Браун и, по всей видимости, отчасти сама англиканская делегация скорее расставляла несколько иные акценты, но сам Браун вслед за неизвестным нам корреспондентом некой английской газеты говорит о цели визита как о религиозной. Он считал, что цель этого визита – сближение церквей и их взаимное признание, как он пишет, обрядов. Во всем, скорее, возможно, он имеет в виду некое литургическое общение. Сложно здесь сказать. Но, конечно, об этом речи не шло. Но, собственно, когда в 1948 году на священии глав и представителей православных церквей пойдет речь об оценке каноничности англиканской иерархии, то есть о валидности англиканских рукоположений, вывод – русская православная церковь будет весьма дипломатичным, достаточно осторожным, но, опять же, русская православная церковь будет продолжать придерживаться позиции о невалидности англиканских рукоположений, таким образом, об отсутствии канонического статуса англиканской иерархии. Для советской власти архиепископ Йорский был еще одним иностранцем, который должен был засвидетельствовать свободу вероисповедания перед западным общественным мнением. И он в нескольких своих выступлениях в зарубежной прессе в части 29 сентября того же года в своем интервью в газете The New York Times он, соответственно, заявит, что в Советском Союзе есть свобода совести и что товарищ Сталин, как выдающийся государственный деятель, понимает силу религии. Таким образом, фактически, его визит – это один из первых крупных успехов Совета по делам Русской Православной Церкви или его председателя Карпова. Да, подробно советский взгляд на этот визит описан у Васильевой. В письме Брауна об этом визите мы можем прочитать следующее. 22 числа в Церкви Бога Явления, имеется в виду, скорее всего, Кафедральный Патриарший Собор в Елокове, состоялась торжественная служба, возглавляемая патриархом в присутствии двух митрополитов, 16 епископов, 20 священников и 3 диаковов. Архиепископ присутствовал. Посольство Англии в полном составе. Советник Австралии. Находившиеся в церкви верующие заметили, что епископ в полном облачении держится в стороне от сослужащих. Другое замечание – епископу не разрешено принимать активное участие в таинствах, потому что он еретик. Но ему предложили сказать слово. Он выразил радость от того, что находится среди русских верующих, и сердцем он с ними. Переведчик перевел его слова. Другая, может быть, состоялась на той же неделе с большой помпой и почти с тем же участием, чтобы испросить благословение небес для отечественных войск. Вот, собственно, такой достаточно интересный материал. Мы с Алексеем Львовичем хотели бы предложить ваше внимание, дорогие коллеги. Спасибо большое за внимание и за ваше терпение. Большое спасибо, Иван Андреевич. Хочет ли кто-то задать вопросы? Я прошу прощения, я как-то по привычке взяла слово. На самом деле, я передаю слово доктору Пьянте, который должен продолжить. Да, я бы задал вопрос, если можно, профессор. Могу вам задать? Вы меня слышите, да? Насколько ритуальный характер так сказать, насел. А мы... Да, включите перевод. Выберите, надо выбрать перевод, подсказать. Коллеги, кто хочет услышать перевод на русский язык, вы должны выбрать русский язык. Да, сейчас слышно перевод? Перевод, надо сказать, наверное. Я слышу перевод, перевод идет хорошо. Нет, перевод есть на русском канале, вы слышите? Да, Евгения Сергеевна. Я слышу, да. Да. Может быть, не выбран правильный язык? Язык выбран правильный у людей. А кого, кто не выбрал? По-моему, все слышат. Кто, кто жалуется? Нет, вот тот, кто от имени Беглова зачитывает. А, Иван Андреевич, не слышно? Так, сейчас вы слышите, нет? Раз, два. Вань, вас тоже перестало быть слышно, у вас что-то со звуком, видимо. Ну, давайте тогда продолжим, продолжим. Тогда давайте мы передадим слово Евгении Токаревой. Она не нуждается в представлениях, сотрудник Института мировой истории, который нам расскажет о католических военных копееках в пиланах на русской территории. Меня слышно, да? Пожалуйста, профессор Токарева. Да, тут главное, главное все включить, особенно микрофон. Она меня слышит. Вы меня слышите, да, Евгения Сергеевна? да, я слышу, а вы меня? Она слышит. Нет, я вас тоже слышу, да. Да, да, все в порядке. Подскажите там выбрать, да, ага, сейчас. Так, все в порядке? Пожалуйста. С языком все в порядке? Перевод все включили, да? Тогда я начинаю. Значит, я сосредоточусь на на тех нескольких документах, которые удалось обнаружить во внуши открытых фондах архива Ватикана. Но на самом деле, история присутствия католических военных капелланов на территории России, как на оккупированных, так и не оккупированных территориях, представляет собой огромный материал, который включает в себя несколько совершенно разноплановых контентов. Первый контент это присутствие, первый контент касается польских военных частей, которые формировались на территории Советского Союза, и именно поэтому сведомо и согласие советских властей. И здесь мы можем говорить о нескольких этапах этого процесса. Это, во-первых, создание армии Андерса осенью 1941 года. И при формировании этой армии тут же был поднят вопрос о введении Института полковых священников, что вот и не встретило, значит, возражений со стороны Советского командования. Первое официальное богослужение, назначенное руководителем прилад Владислав Чиньский, совершил уже 1 сентября 1941 года в Москве. Говоря о численности капелланов, сопровождавших армию Андерса, польские исследователи называют цифру в 60 человек. В действительности, как представляется, их численность была несколько меньшей. Каждая дивизия имела по 7 штатных единиц капелланов, а также 10 штатных единиц для их помощников. Обычными были монахини. Были установлены и штатные единицы капелланов при госпиталях. Но поскольку дивизий к весне 1941 года было сформировано только 6, то и число капелланов, по-видимому, не превышало 50 человек. Помощников, естественно, мы не считаем. Причем капелланы были не только из латинского духовенства, было два греко-католических священника, и среди солдат также были монастышествующие, и было 20 семинаристов. Вот эти капелланы, это все были отпущены из тюрем советских католических священников, которые были приданы польским войскам. После того, как штаб армии Андерсона переехал в Узбекскую СССР, а дивизии в Киргизскую, Узбекскую и Казахскую СССР, поле для работы священников значительно расширилось, поскольку в этих краях было большое количество сосланных поляков. Эта часть достаточно неплохо излучена польскими исследователями, хотя не только ими, конечно, особенно благодаря визиту, совершенному к армии Андерса польским епископом Гавлиной весной 1942 года. Летом 1942 года Андерс вывел свою армию на территорию Ирана, и он хотел оставить священников в России, обратился с просьбой оставить 50 священников, но когда он спросил о том, кто хочет остаться, желание выразили только 12 священников. Но когда об этом зашел разговор с маршалом Жуковым, то последний сказал, что они, конечно, могут остаться, никому, кто хочет остаться, не отказывает никто. Однако правительство никогда не согласится на то, чтобы священники служили среди мирян. Если они начнут совершать богослужения, то их арестуют и расстреляют. В результате все священники армии Андерсена покинули территорию СССР. На второй этап это польские капелланы, которые составляли часть дивизии Костюшка и позднее 1-й польской армии. Возглавлять институт капелланов, на этот раз было поручено... Опять что-то, какая-то проблема с каналами, да? Все нормально? Возглавлять институт капелланов на этот раз было поручено священнику Вильгельму Франциску Купшу, который ранее воевал в партизанском отряде в Белоруссии и получил юрисдикцию от отца Брауна в Москве. Но в Ватикане к созданию дивизии Костюшка отнеслись довольно негативно. Удалось обнаружить во вновь открытых фондах два документа, не подписанных, но созданных, как указывается в начале каждого документа, в самом Ватикане в июле и августе 43-го года. Я скорее предположила бы, что автором обеих записок является кто-то из польских иммигрантов. В первую очередь в записках крайне негативно оценивались поляки, оставшиеся в Советском Союзе после ухода армии Андерса, в их числе Ванда Василевская и другие. Авторы также крайне обеспокоила советская пропаганда, направленная на депортированных поляков, которых, по сведениям автора, в России было около полутора миллионов. Надо сказать, что в справке, представленной руководству страны 1 августа 41-го года, названо гораздо меньшее число польских поселенцев, всего 381 тысяча 220 человек. В более поздней справке, которую составлял Берия 1 октября 41-го года, была названа уже другая цифра, но вполне соотносимая – 390 тысяч 575 человек. В одной из записок, о которых я говорила, указывалось, что в передачах, звучащих по радио, цитируются отрывки из выступлений Папы и утверждается, что Папа на стороне Советского Союза. В одной из передач якобы было объявлено создание отряда свободных стрелков отца Фердреновского, в котором состоят многие члены конгрегации Марии и в котором также много священников. В записке сказано, что, по крайней мере, один из священников, Купш, действительно, вошел в состав данной части. Автор записки также указывает, что пропаганда осуществляется маленькой группой поляков-ренегатов, которые не пользуются никаким доверием и никакой симпатии среди депортированных поляков. Однако, признают автор записки, сам факт отсутствия духовенства среди депортированных, а также всяческих затруднений, которые чинят немецкие оккупационные власти для связи между духовенством и прихожанами, дают этой пропаганде шансы, которых в ином случае у нее бы не было. Автор записки предлагает Ватикану дозавуировать эту пропаганду, в частности, также посредством радиопередач, и усилит критику большевистского атеизма. Возникший вопрос о содержании радиопередач московского радио указывает на необходимость лучше изучить архив записей советского радиовещания. В первую очередь нужно при этом иметь в виду, что в советское время ни одна из передач не могла прозвучать без предварительного утверждения письменного текста, от которого при озвучивании не могло быть никаких отклонений. Сам Браун на вопрос иностранного корреспондента о наличии таких передач в том письме, о котором сегодня рассказывал Иван Андреевич Фадеев, твердо ответил, что такие передачи не осуществляются. Однако мы знаем о знаменитых католических выступлениях Мариса Тереза на французском языке по радио Коминтерне, поэтому исключить возможность таких передач пока не представляется возможным, вплоть до более тщетного изучения вопроса. Юрисдикция Купша распространялась только на советские территории, поэтому в каждой польской епархии, на территории, которая воевали или дислоцировались в части войску польского, он обращался к епархиальным епископам и от них получал необходимые полномочия. Отсутствие общего соглашения с властями католической церкви в Польше негативно сказалось на назначении священников в армию. По данным польских исследователей, к концу 1944 года был мобилизован только 31 священник. Второй контент, о котором я говорила, это капелланы, сопровождавшие немецкие, итальянские, румынские и венгерские войска на Восточном фронте. Были еще словацкие и хорватские части, но они не были столь значительными, видимо, капелланов там было мало, как единое целое они в войне не использовались, как самостоятельное целое. Эта часть истории по большей части весьма слабо отражена в воспоминаниях капелланов, большинство из которых сосредоточено на самих военных событиях, передвижениях частей, сражениях и так далее. Наиболее многочисленным был корпус капелланов, сопровождавших немецкие войска. Американская исследовательница Дорис Бергбан называет цифру тысячи капелланов, которые служили на фронтах Второй мировой войны. Из них, по ее данным, 480 – это были протестантские пасторы. Но из оставшихся 520, разумеется, не все служили на Восточном фронте. Точное число пока не удалось выяснить, но, конечно, это была цифра гораздо меньше. Известно, что капелланы были при каждой немецкой дивизии, однако их не было в санитарных подразделениях и не было в дивизиях СС. В открытых фондах Пи-12 мне пока не удалось обнаружить отчетов немецких капелланов, которые были бы направлены непосредственно в Ватикан, полагая, что, возможно, их отчеты нужно искать в немецких епископальных архивах. Проще обстоит дело с капелланами, сопровождавшими итальянские, румынские и венгерские войска. Согласно автору одного из воспоминаний, священнику Гвиду Маурилю Турла, на Восточном фронте служили 180 итальянских капелланов, из которых 53 погибли в боях либо в лагерях для военнопленных. Им, надо сказать, что не менее двух десятков из оставшихся в живых оставили свои воспоминания, которые представляют неподдельный интерес. Кроме того, как итальянские, так и румынские и венгерские капелланы имели возможность направлять отчеты своим епископам, многие из которых, в свою очередь, пересылали эти отчеты в Ватикан. Более того, выдержки из отчетов итальянских капелланов иногда публиковались в итальянских газетах. В письмах, отчетах и воспоминаниях капелланов мы находим весьма важные свидетельства, по крайней мере, о двух сторонах их присутствия на оккупированных территориях. Во-первых, важны их наблюдения, связанные с жизнью населения в условиях оккупации. Эти наблюдения, разумеется, почти всегда затрагивали положение евреев. Так, например, капеллан Сильвио Неграту, отчет которого был написан в мае 1942 года, указывает, что численность евреев в Кракове, достигавшие до войны 150 тысяч человек, в результате резни и депортации сократилась до 20 тысяч человек. Во Львове это число сократилось с 200 тысяч до 80 тысяч. Неграт описывает довольно много условий, в которых находились евреи, те работы, которые они вынуждены были выполнять, запреты, которые они подвергались, и пишет, что любое проявление протеста с их стороны карается немедленной смертью. Массовые расстрелы во Львове, по его сведениям, осуществляются 3-4 раза в неделю, причем число расстрелянных каждый раз достигает 506 человек. При таких расстрелах часто используются огнеметы. В некоторых населенных пунктах, по его сведениям, уже не осталось ни одного еврея. Неграт отмечает также крайнюю неприязнь, которую эту жестокость вызывает у итальянских солдат и у капелланов итальянских войск. Интересно, однако, сделанное Доном Неграту заключение этой части отчета. Он пишет, что нынешнее положение евреев – это не что иное, как возмездие за тот урон, который они нанесли Польше и церкви. Капеллан, а отец Храбец, по-видимому, греко-католик, служивший переводчиком в итальянской армии, также отметил, что в западной части Украины в годы воцарения большевиков хорошо жили только евреи. Они и евреи, и коммунисты, ну, так из контекста можно понять, что для капеллана это примерно одно и то же, стремились довести население до крайнего голода. Поэтому ненависть евреям в этих регионах очень велика, и народ в целом доволен той судьбой, которая постигла многих из числа этого народа. Храбец пересказывает услышанные им истории о том, как евреи убегали с вступающими русскими войсками, захватив с собой огромные продовольственные запасы. Совсем другое видение можно встретить в донесении капеллана францисканца Лина де Пелони. В районе Харькова ему показывали фотографии мертвых польских евреев на рельсах железной дороги, расстрелянных, потому что они отказались подниматься в вагоны, которые так или иначе должны были отвезти их к месту казни. Разного рода истории о преступлениях немцев он услышал от солдат и офицеров итальянской армии, однако вначале ему казалось, что эти истории преувеличены. И лишь в районе Львова, куда капеллан попал после начала наступления советской армии, он убедился в правдивости рассказов. По его словам, в одном из городков в двухстах километрах от Львова были уничтожены 30 тысяч евреев. Хозяева дома, в котором он остановился, рассказали ему, как мертвых и раненых людей засыпали землей, хотя многие были еще живы, и из могил слышались стоны и крики людей. Некоторым евреям удавалось убежать, но население было категорически запрещено под угрозой как минимум ареста и оказывать им какую-либо помощь. Однако и отец Добиони сообщает о том, что поляки и украинцы, хотя и осуждают преступления немцев, все же воспринимают с неудовольствием, что во времена правления большевиков евреи занимали привилегревное положение и пользовались им, чтобы мучить этих и других. Священник Пирус Кавиццу утверждал свое обнанесение, что еврейская проблема является исключительно серьезной, особенно в Кракове и Львове. Описав подробные условия проживания евреев, Дон Сковицкий указал, что целью немецких властей является уничтожение всех евреев, чему служат массовые расстрелы в местах вблизи городов, где евреи сами вынуждены рыть огромные общие могилы. И Дон Сковицкий описывает и другой метод уничтожения. Евреев погружают в вагоны, закрывают эти вагоны и отгоняют подальше, где их бросают, и люди в них один за другим умирают. В регионах, которые описывает Дон Сковицкий, по его сведениям, было уничтожено уже 1 миллион евреев. И это донесение также написано в начале 1942 года. С ужасом он описывает также известные ему случаи каннибализма среди евреев и не только среди них. От некоторых капелланов не ускользнули и политическое соперничество, и сепаратистские тенденции украинцев, которые служат, как кое-кто из них считал, опорой для различий в культе. Это отражается и на взаимоотношениях между латинским и греко-католическим епископами, между которыми нет никакой связи и никакого сотрудничества. Более того, как утверждает, например, Донный Грату, именно конфессиональная принадлежность украинцев превалирует на национальной. Так обращенные в униатство поляк признаются украинцами за своего. И это как раз случай греко-католического епископа, который происходит из знатного польского рода. Донный Грату не называет имени, но очевидно, что речь идет о митрополите Андрея Шептицком. Немцы поддерживают устремление украинцев, стремясь ослабить связь католиков с Римом. Они чуть ли не готовы создать украинскую национальную церковь. Так глава немецкого командования нанес визит греко-католическому епископу, но полностью проигнорировал епископа латинского. Причем латинскому духовенству кажется, что в Ватикане не понимают всей серьезности этой проблемы. Капеллану Каппу также сообщают о частых конфликтах между священниками латинских и греко-католических приходов, в частности по вопросам браков и так далее. В его донесении отмечены различные отношения к польскому и украинскому населению. По его сведениям, польским детям запрещено посещать школы, где преподают латинский язык, историю и географию. Таким образом, они могут посещать только частные школы. Однако украинским детям разрешено посещать классические школы. И цели германских властей по отношению к полякам Пиросковицки называют интеллектуальной стерилизацией. Стремление к созданию автономной украинской церкви на территории Западной Украины отмечал и отец Храбец. По его словам, православные священники этих мест, батюшки, как он их называет, те, что остались и не были высланы на Соловки, там в Казахстан и другие места, собрались вместе, избрали благочинного, это по-итальянски можно сказать декана, и договорились также с другими священниками о создании автокефальной украинской церкви, независимой от Москвы. Папелланы, находившиеся в наиболее восточных точках фронта, близ города Сталина и современный Донецк, большее внимание обращали на религиозное положение населения, отмечая, в частности, закрытые церкви и отсутствие священников. Причем, если православных священников, попов, как они их часто называли, им удавалось встретить, то католические священники были все тем или иным способом устранены из этих районов, сосланы в Сибирь или расстреляны. Однако большинство, как, например, Капуцин, отец Ромуальда Боретти, капеллан дивизии Торино, находились в семье католиков, сильно радовавшихся встрече со священником. Об этом пишут, в частности, обобщая полученные им донесения капелланов, капеллану Капу итальянской армии. Общины католиков им удалось найти в Днепропетровске, Гомеле, Ольгополе, Ямполе, Харькове и других местах. Отец Храбец пишет о том, что на территории Западной Украины все старшее поколение глубоко религиозно, несмотря на преследование со стороны большевиков и комсомольцев. По словам автора одного из нанесений, не подписавшего свое послание, первым актом населения стало во дворении на свои места икон. Медальки и иконки стали главным предметом для обмена с итальянскими солдатами, которые охотно раздавали их народу. Почти все капелланы описывают, как раздают население, медальки и священные изображения. Но как Донны Гратули, Нодопиони, так и многие другие капелланы отмечали, что на территории России верующими остается лишь старшее поколение. Молодежь выросла полностью в атеистических традициях. Так, один армянский священник, который следовал за отступающими советскими войсками, видимо, сзади, предложил свои услуги раненым и умирающим молодым людям, которые отказались решительно, заявив, что им достаточно того, что они умирают за Сталина и за Москву. Открытые после оккупации церкви посещаются только стариками. Однако священник Пиросковица утверждал, что многие родители старались сохранить в семьях веру и передать ее своим детям. Кроме того, многие капелланы отмечали, как уменьшаются религиозные чувства населения по мере продвижения армии на восток. Так, в районе Днестра стремление присутствовать на местах и получать медальки намного выше, чем за Днепром, где гораздо сильнее ощущаются результаты антирелигиозной пропаганды большевиков, и молодежь растет полностью равнодушной к религии. Второе, на что следует обратить внимание в отчетах капелланов, это отчеты о производимых ими действиях, службах, проповедях, отношениях самих к населению в оккупированных территориях, их действия в отношении этого населения. Следует отметить, что для многих капелланов отправка на Восточный фронт была связана с их стремлением к евангелизации и духовному возрождению населения России, их надеждами, что население все еще морально здорово и исконно религиозное откроет вновь и полностью свое разум и сердце свету истинной религии Христа. Священник из Монополи, мне не удалось разобрать его подпись, находясь в районе Сталина Ростова, писал о том, каким огромным полем для миссионерской деятельности являются эти места, какие духовные сокровища там сокрыты. Цитирую, мы несем этим людям в течение долгих лет, тонувшим в глубоком одиночестве атеизма, жар нашей веры и свет нашего римского христианства. Дон Скавицы высказал глубокое убеждение в том, что небольшая группа священников и монахов могла бы легко принести этим людям истинную веру. Даже офицеры считали своим долгом подчеркнуть, что находятся в России исключительно для того, чтобы пропагандировать свою веру. Анонимный автор одного из донесений сообщал, что итальянские офицеры все были очень религиозны, весьма гордились своей принадлежностью к католической церкви и стремились к тому, чтобы их римская вера стала широко известным местному населению. Автор особенно отмечает в этом отношении дивизию Панобио и ее полковника. А центральное командование весьма заботилось о том, чтобы снабжать гостями всех капелланов. Военным капелланам не полагалось служить для местного населения. Это было предписано циркуляром немецкого командования. Однако, по большей части, это препятствие преодолевалось тем, что мессы служили для войск, но на открытом воздухе. И население присоединялось к ним. К тому же в циркуляре указывалось, что для итальянских войск это предписание действительно только для тех мест, где есть местное немецкое командование. Уже упоминавшийся священника за монополи, описывая мессу в поле, указывает, как постепенно пребывала толпа местных жителей, все увеличиваясь и увеличиваясь. Интересной деталью является то, что слова священника-переводчик переводил на русский язык. Но уже в начале 1942 года в Ватикане начали осознавать необходимость отправки на Восточный фронт, в частности, на Украину капелланов, знающих русский язык. Можно сказать, что этот метод службы на открытом воздухе применялся широко не только итальянскими и румынскими капелланами, но и капелланами польских частей, которые формировались на территории СССР. Несмотря на опасность таких действий, капелланы использовали практику тайных богослужений, в том числе собирая верующих на мессы в лесу. Одно из важнейших действий капелланов – это совершение таинства, особенно таинство крещения. Многие капелланы описывают, как население обращается к ним с просьбой о крестить детей. Причем редко они указывают, крестили они детей католиков или православных. Так Дон Джузеппе Баджани написал, что крестил многих. Отец Румуальдо Боретти, что он окрестил четырех детей. Анонимный автор описывает с волнением церемонию первого причастия двух детей немецкого происхождения в городе Верховцеве, который совершил капеллан Дон Луиджи Джарти и так далее. Оторвавшись от конкретных примеров, следует сказать, что в архиве второй секции государственного секретариата сохранилось около 800 свидетельств о крещении, совершенных капелланами. Они, конечно, требуют еще более тщательного изучения, поскольку предстоит выяснить, в какой мере речь идет о крещении детей католиков или о детях православных тоже, а также в каких местностях эти крещения проводились постоянно, а где были исключениями. И к этому можно добавить, что, возможно, далеко не все свидетельства достигли Ватикана и сохранились. Надо сказать, что есть еще один контент, о котором можно говорить, это капелланы, оказавшиеся в советских тюрьмах. Он известен, в частности, благодаря оставленным многими из них воспоминаниям. Однако эту часть в меньшей степени можно отнести к истории Второй мировой войны, поскольку многие из них оставались в советских лагерях, пусть и в качестве военных пленных, еще и в послевоенные годы. И, наконец, четвертый контент – это деятельность духовенства на территориях юга Украины и в Молдавии, где были восстановлены две епархии – Бессарабия и Транснистрия. Однако там служили уже не капелланы, а регулярные священники. Поэтому можно сказать, что эта часть имеет совершенно самостоятельное значение. Что хотелось бы в заключение сказать? Во-первых, изучение донесений капелланов вносит определенную ясность постоянно возникающего вопроса о том, знал ли Ватикан о том, что происходит на оккупированных территориях, ну и в самой Германии тоже. В данном случае речь, конечно, не могла идти от дезинформации, которая там прозвучала в докладе профессора Фриза, так как донесения поступали от католических священников. Но, конечно, эти донесения не отражали всего масштаба разворачивавшейся трагедии, но определенное представление о ней все-таки они несли. По-видимому, все же не всему верили в Ватикане. Так место, где католианский капеллан описывает случай каннибализма, о котором ему в свою очередь рассказал знакомый немецкий капеллан, видевший все своими глазами, отчеркнуто и на полях чьей-то рукой написано «Кто видел?». Отсутствие имени видевшего вызывало сомнение и в подлинности самого факта. Во-вторых, нужно отметить, что капелланы на территории СССР выполняли не только те функции, для которых они были предназначены. Вероятно, на территории других европейских государств в случае мест для местного населения из совершения таинств могли быть скорее исключением. На территории же СССР они стали достаточно распространенной практикой. Спасибо за внимание. Спасибо, профессор Иса Токарева. Спасибо большое, профессор Токарева, за ваш очень интересный доклад. А есть ли какие-нибудь вопросы, которые мы могли бы обратить Евгении Сергеевне? Значит, тогда будем двигаться дальше по нашей программе. И я сейчас передаю слово профессорам Анне Вишванюка Дмитрию Шибалину, которые представляют Институт мировой истории и также Институт культуры и русского языка из Рима. И я должен сказать, что очень интересно у нас предстоит доклад, который будет говорить о состоянии греко-католической церкви, и греко-католиков на оккупированных территориях. Коллеги, меня слышно? Все в порядке? Да, пожалуйста. Пожалуйста, можно продолжать. Достопочтенные профессора, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Дима, совершенно не слышно. Не слышно? Вот так слышно. Так слышно? Хорошо, буду тогда ближе говорить. Еще раз. Достопочтенные профессора, уважаемые коллеги, дорогие друзья. В первую очередь, хотел бы поблагодарить за приглашение, принять участие в конференции. И хотел бы отметить, что мое сегодняшнее выступление это результат совместной работы сотрудника Института всеобщей истории РАН, выдающегося специалиста по истории греко-католической церкви Анны Вишеванюк и вашего покорного слуги. Анна преимущественно концентрировалась на архивах украинских, мне же посчастливилось поработать с документами из архива секции по отношениям с государствами госсекретариата Святого Престола. Хотел бы сразу обозначить, что в нашей конференции я принимаю участие в личном порядке и все озвученные мной высказывания будут являться результатами наших совместных санно- и научных трудов и ни в коей мере не отражать официальную позицию российского депреставительства, в котором я имею честь в силу служебных обязанностей трудиться на территории Итальянской Республики. Ну что же, теперь я буду рад приступить после длительной вводной части к самому докладу. Единственное, еще хотелось бы поблагодарить Фабский комитет исторических наук за содействие, которое нам было оказано при подготовке данного доклада и, конечно же, архив секции по отношениям с государствами госсекретариата и лично господина Икса за ту организацию работы архива, которая позволила совершенно спокойно, беспрепятственно и очень четко ознакомиться и эффективно поработать с материалами, которые мы использовали. Ну что же, о положении грех католической церкви и деятельности ее духовенства в году немецкой оккупации издано большое число работ со всеми противоречивыми оценками, часто написанными в очень эмоциональных тонах. В нашем докладе на основании документов и анализа исследований украинских и российских историков попытаемся представить объективную и обобщенную картину событий. Для составления доклада использовали уже известные, а также не опубликованные архивные документы из, как я уже говорил, архива секции по отношениям с государствами госсекретариата Святого Престола, канцелярии митрополии УКГЦ и личного фонда митрополита Андрея Шептицкого из Центрального архива истории города Львова, а также из Религиозного отдела полиции и безопасности СД, это Центральный архив высших органов власти Украины Киев. Итак, наибольшая конгломерация униатов традиционно компактно проживала в юго-западном регионе Галичина, присоединенном к УССР по договору Молотова-Риббентропа в 1939 году. С началом немецкой оккупации территория УССР нацистскими властями была разделена на несколько частей. Галичину по причине сильных националистических настроений намеренно изолировали от остальных украинских областей и присоединили к раковскому генерал-губернаторству под названием Дистрикт Галичион. Планирование и идеологическую разработку религиозной политики Третьего Рейха в регионе проводила специальная группа в составе Рейхс-министерства оккупированных восточных территорий, возглавляемая Розенфельдом, при активном участии главы РМО Розенберга. Организационные и экономические вопросы деятельности церквей были в ведомстве религиозных отделов при аппарате высшего генерального и областного руководства. Надзор за нелегальной активностью религиозных организаций осуществляли полиции, полиции безопасности и СД с помощью внедренной агентуры. Кроме прочего, в повянутый религиозный отдел генерал-губернатора привлекались сотрудники Киста. Несмотря на разветвленную систему контроля за религиозной жизнью в Галичине, проводилось относительно мягкое политическое отношение к церквей. Это было связано с сильным влиянием Розенберга в генерал-губернаторстве. Он через генерал-губернатора Франка осуществлял здесь свою линию культурной политики для украинцев, как они ее сами называли, с целью было побудить их историческое самосознание, которое он собирался использовать против влияния русских и поляков. Также рейхс-министр намеревался воздействовать на народ через систему разного рода поощрений. Франк на торжественных собраниях украинского населения в Галичине по поводу особенностей режима в регионе заявлял, генерал-губернаторство – это своеобразная новая форма побочной страны, ни собственного государства, ни колонии, ни доминиона, ни протектората. Генерал-губернаторство всеми силами служит германскому государству. Немецкий элемент здесь будет увеличиваться. Илья-Менту тодеску aumentавая. Илья-Менту тодеску была украинской страны и украинской страны в городе, и сельские местности, церковные земли, остались в собственности оккупационных властей, и сельское духовенство вынуждено было существовать за счет таких же небольших наделов, как и бедные крестьяне. Кроме того, духовенство вместе со всем сельским населением должно было платить налоги за сельскохозяйственную продукцию, и немецкая администрация, несмотря на то, что платила духовенство субсидию размером в 50 рейхсмарок, вычитала из него 25% налога. Здесь хотелось бы провести сообщение грехкатолического священника Пьетра Диоцизена от 5 ноября 1943 года, как раз-таки хранящегося в архиве второй секции госсекретариата Святого Престола, сообщение, которое этот священник направил в госсекретариат. Немецкие войска, цитата, не мешали реконструкции церквей, лишь в нескольких населенных пунктах они не освободили религиозные здания, которые были необходимы в качестве гаражей и складов. Население спонтанно и по собственной инициативе восстанавливало полуразрушенные церкви, собирало иконы, вышивки и искало священника. Также аквационные власти пошли навстречу униатом порядок их просьб. По решению отдела знаний и наук от 6 января 1942 года священникам было разрешено обучать детей катехизм в школе, возобновились деятельности Богословской академии во Львове, униатской церкви не возбранялась благотворительная деятельность. По разрешению властей были воссозданы церковно-просветительские, благотворительные и миссионерские общества греко-католиков. Но преувеличивать покровительство оккупационных властей греко-католической церкви все же не стоит. Например, правлением генерал-губернаторства были определены праздничные дни для совершения богослужений в украинских церквях. В апреле 1943 года немецкие власти в Галичне запретили совершать богослужения в праздники, которые выпадали в будни, кроме Рождества, Крещения, Светлого Понедельника и Духого Дня. Митрополит Андрей Шептицкий, идя навстречу немецким требованиям, разрешил верующим работать в воскресные дни, если того потребует власть. При этом греко-католическое духовенство по указанию властей было обязано внушать своей пастве чувство благодарности немцам за освобождение от безбожной власти большевиков. По этой причине пастыри должны были призывать народ самоотверженно трудиться на благо рейха и исправно и честно выполнять все выплаты, выезжать на работу в Германию. Такие призывы звучали в том числе и из уст самого митрополита Андрея. Приходские священнослужители униатской церкви были обязаны содействовать деятельности и печально известного ведомства Заокеля, которое занималось вербовкой и принудительным вывозом в Германию рабочей силы. Если священники отказывались участвовать или проявляли нерадивость в этом деле, немецкая жандармерия подвергала их взысканиям. Так, за неисполнение директив немецких властей, епискому Перемышльскому Ясофату было запрещено посещать приходы своей епархии. Его дважды вызывали в гестапо и угрожали заключением в понцлагере. Так же, как и на всех оккупированных территориях, в Галичине нацистские власти следили, чтобы церковь не занималась политической деятельностью и политические организации не использовали ее в своих интересах. Для контроля за этим процессом СД держало в УКГЦ свою агентуру. Чтобы оградить остальную часть Украины от влияния галецких униатов, с осени 1941 года действовал приказ не пропускать в Рейхскомиссариат Украина духовных лиц из генерального губернаторства. В Германии и Румынии всех ранее прибывших великов было приказано арестовывать и отправлять обратно. С одной стороны, немцы пытались этими мерами предотвратить проникновение туда священников, связанных с националистическим подпольем, именно в Рейхскомиссариат. С другой стороны, стремились воспрепятствовать распространению влияния Ватикана на Восток. Недопущением униатского духовенства на Восток занималась полиция безопасности, СД. Ее руководством на Украине неоднократно издавались повторные распоряжения, где разъяснялась опасность, которую могло для германского государства представлять греко-католическое духовенство. Ватикан, цитата, пытается организовать для борьбы против Рейха панславянское движение под католическим руководством. Все ватиканские усилия вновь проникнуть в восточное пространство должны подавляться. Униатская церковь рассматривается по существу как форпост ватиканской политики. Через Восточную Галицию и Западную Украину Ватикан старается получить ворота для вторжения в восточное пространство. Вот так, собственно, характеризовала греко-католиков немецкая администрация. Сложным вопросом является, естественно, сотрудничество церковной иерархии и духовенства с оккупационным режимом. Известно, что на Западной Украине в первые недели немецкой оккупации священнослужители всех церковных направлений служили благодарственные и торжественные молебны по случаю прихода гитлерской армии как освободительницы. Стоит вспомнить, в каких обстоятельствах они проходили. В первые дни после вступления немцев по всем западноукраинским городам проходили похороны тысяч жертв МКВД, которые повсеместно были расстреляны в тюрьмах накануне вступления КАФТой армии. Точное количество неизвестно, но есть данные о порядке 25 тысяч убитых. И духовенство служило пожертвам советского режима панихиды, а параллельно, заодно, в пробоведях выражала благодарность Германии. В очередной раз многие выражали надежду на то, что изменение политического режима, возможно, пронесет больше свободы, в том числе и религиозно. В Галиции торжественная встреча германской армии в еще большей степени была связана с политическим настроем населения и духовенства, поскольку приход немцев, как надеялись галичане, должен был положить начало созданию самостоятельного украинского государства. Греокатолический митрополит Андрей Шептицкий в первые дни оккупации публиковал пастырское послание, в котором писал «По воле всемогущего и всемилостивого Бога в Троице Единого началась новая эпоха жизни соборной самостоятельной Украины. Победоносную немецкую армию приветствуем, как освободительницу от врага, установленной власти отдаем надлежащее послушание». Через несколько дней после вступления немецкой армии во Львов в очередном обращении к верующим и духовенству митрополит Шептицкий приказал всем греко-католическим священникам в ближайшее воскресенье совершить благодарственное богослужение. После исполнения песнопения «Тебе, Богохвалим!» греко-католические священнослужители должны были возглавить многолетие германской армии и украинскому народу. Шептицкий также в дальнейшем обязал священников иметь при каждом храме специально изготовленное знамя со свастикой, которую надлежало вывешивать в особо значимых случаях. Также осенью 41-го и первой половине 42-го митрополит направлял несколько писем Гитлеру с поздравлениями по случаю военных успехов и пожеланиями скорой победы над большевиками. Можно встретить упрек в адрес руководства греко-католической церкви, что обличающий голос церкви в отношении преступлений оккупантов не звучал достаточно убедительно. В 41-м и 2-х годах во Львовской области было уничтожено около 400 тысяч евреев. Только осенью 42-го года глава греко-католической церкви издал послание «Не убей». В первую очередь митрополит требовал не привлекать к карательным акциям украинских контингент служащих. В то же время известно, что в своих покоях греко-католический митрополит укрыл нескольких раввинов семьями, а 250 еврейских детей разместил в монастырях. Аналогично обвиняли галецкого митрополита в молчании во время украинско-польского конфликта, когда на украинских землях украинскими националистами уничтожалось польское население. Справедливости ради необходимо отметить, что в условиях оккупации церковной иерархии и других конфессий также не осмеливались публично обличать немецкий режим и военизированные формирования украинских националистов, что влекло за собой практически мгновенно арест и расстрел. 1942 год стал в какой-то степени переломным в отношении к оккупантам со стороны духовенства всех направлений, и в первую очередь к крикокатоликам, о которых мы сегодня говорим. Те, которые ранее искренне надеялись на возможность мирного сосуществования церкви и народа при новых властях, разочаровались в нацистском режиме. Так о Шептицком в документах Советской службы госбезопасности сообщается. Анализ всех имеющихся во втором отделе агентурных официальных данных показывает, что к середине 1942 года отношение Шептицкого к немцам стало постепенно изменяться, и дух германофильства до 1943 года сходит абсолютно к нулю. Послания Шептицкого до конца 1942 года начинают набирать формы националистического содержания, призывают украинское население к единству и сохранение внутреннего спокойствия. Украинские следователи здесь разделяются на тех, кто убежден, что эхиерею ГКЦ до конца оккупации сохранили толерантность немецким властям и тех, кто говорит о нарастающей критике оккупационных властей со стороны главы Униадской церкви. Последние приводят следующие примеры смелых поступлений Шептицкого. В январе 1942 года Шептицкий вместе с украинскими деятелями подписал письмо от имени военного и церковного собрания Гитлеру. В документе говорилось о том, что украинцы хотели стать союзниками Германии в борьбе с большевизмом, но этого не случилось, поскольку Украину территориально раздробили. По мнению авторов посланий, введенные на украинских землях порядок, свидетельствуют о том, что немцы пришли сюда с недобрыми намерениями. В письме перечисляются различные формы притеснения прав украинцев, главным образом в области культуры и частной собственности. Наконец, Гитлера просили повлиять на эту ситуацию. А здесь хотелось бы обратиться к документам, опять же, архива госсекретариата, которые отражают то положение католической церкви, которое описывали непосредственно священники в своих показаниях. Вот здесь бы хотелось бы привести сообщение монсеньора Ивана Бучкопа, представителя Украинской католической церкви при Ватикане, о религиозном вопросе на Украине, оккупированном немецкими властями. Цитата. «В целом условия, в которых пребывает католическая церковь в Галлической епархии под немецкой властью, весьма неутешительны. Оккупанты с каждым днем все отчетливее демонстрируют, что они готовы лишь терпеть римско-католическую церковь. Атмосфера вокруг церкви характеризуется как крайне тяжелая. По поводу отношения украинского населения к оккупантам можно с легкостью констатировать, что полностью исчез первичный энтузиазм», пишет монсеньор Бучко, «с которым приняли освободители от большевистского ига, и народ начинает трезво смотреть на вещи». «Конечно, народ признает большую национальную и религиозную свободу, полученную от немецких оккупантов, однако налицо множество сигналов, которые не обнадеживают положение христианства». Достаточно привести ответ генерал-губернатора, оккупированной Польшей Франко, на приветственную речь монсеньора Григория Хамишина в городе Станиславе в ноябре. На слова монсеньора Хамиша, выражавшие благодарность Богу за услышанные мольбы преследуемых христиан и молитвы всего украинского народа, а не с послания освободителей в рядах могущества на немецкого войска, губернатор Франк, отвергая с особенным высокомерием утверждение Хамишина, сказал, «Не ваши молитвы и не мольбы притесненных пронесли свободу этой стране, но исключительно отважное и апохальное решение самого великого человека в истории – Адольфа Гитлера». Вот так написал о ситуации Григория в католической церкви монсеньор Губучко, отправляя послание в Ватикан. И, собственно, дальше мы видим продолжение подтверждения этих фактов. В 43-м году во время новогоднего визита губернатора Вехтера и начальника дистрикта Лёзекера митрополит Андрей Шептицкий уже обратился к немецким властям совсем другой риторикой. Со следующими словами «Ваши службы специального назначения насилуют наших девушек, угрожаем оружием, отнимают у крестьян все, ничего им не оставляя. Из моего края вывозятся на продажу люди, подобно тому, как это делали татары. Насильно уводите их из Родины, где вы завели неволю и барщину. Проводите ревизии во время богослужений. Стою перед Богом и не боюсь говорить вам правду. Ради собственного добра опомнитесь в последний момент». Мы видим, как разнятся показания Шептицкого буквально несколько лет. В начале войны это одна риторика, здесь уже совсем другая. В 1944 году Шептицкий в частной беседе с доверенным лицом, который являлся тайным агентом германской СДН, выразил уверенность в победе большевизма. «Нацизм» митрополит оценил так. «Германия хуже бы большевизма. Национал-социализм располагает большей притягательной силой для масс и имеет большую власть над молодежью, чем большевизм». Но утверждение собеседника, что при немцах церковь живется лучше и вопрос, не приведет ли победа большевизма к ликвидации религии, митрополит ответил. «Несомненно, в настоящее время мы живем мирно, но Галиция – это не Германия. В Германии религия тоже подвергается преследованию». Важной историей жизни грех-католической церкви в годы немецкой оккупации ввелись инициатива Шептицкого по распространению унии на восток, главным образом на прочие украинские территории, находящиеся за пределами дистрикта Галичина. В самом начале периода оккупации митрополит обращался в нескольких открытых письмах к православному духовенству и украинской интеллигенции, а также состоял в частной переписке с православными епископами и общественными лицами на предмет необходимости объединения украинских церквей в одну, что духовно объединит украинцев для дальнейших достижений украинской нации во всех сферах. Большинство адресатов предложение Шептицкого отвергнуло, поскольку оно было расценено как празилитически мотивированное и невыгодное для других церквей православных. Также в течение всего оккупационного периода митрополит Андрей Шептицкий предпринял попытки отправить в рейс-комиссариат Украины миссионеров и священников из себе подвесных ему. Еще в конце 1941 года митрополит получил послание из Рима, подписанное кардиналом Эженом Тессераном, о том, что все ранее назначенные им грекопатолические экзархи подтверждены на своих постах папы Эпием в XII и отныне подчинены непосредственно митрополиту Андрею, который получал звание делегата святой столицы. Единственным, кто сумел воспользоваться своими полномочиями экзарха, был епископ Антоний. Он даже не успел создать в Белоруссии экзархальный совет в составе трех униатских священников. Но позже в Минске епископ Антоний был арестован немецкими властями и направлен в берлинскую тюрьму, где и скончался в 1943 году. Остальные экзархи даже не сумели выехать за пределы дистрикта Галичина, поскольку оккупационные власти так и не выдали им разрешение на проезд в рейс-комиссариат Украины. В российские области смогли выехать также только священники Новиков и ЦИСЭК, но об их дальнейшей судьбе не поступало никаких сведений. Потерпели неудачу и попытки отправить в Восточную область униатских священников. Немецкая администрация рейс-комиссариата Украина арестовывала их и отправляла обратно в дистрикт Галичина. Удалось только двум грехкатолическим пересвитерам устроиться на служение в Киеве Руцюку и Кладошному. Киевские власти предоставили прибывшим униатским священникам в пользу нелатинский костел Святого Александра. Благодаря их активности за три месяца грехкатолический приход в Киеве стал пользоваться авторитетом даже среди православных. Униатам удалось закрепить за собой приходские дома, школы и библиотеку. Ситуация изменилась только в 43-м году. С началом отступления немецких войск оккупационные власти старались усилить украинский националистический элемент в восточных и центральных областях Украины, в связи с чем стали выдавать всем желающим галичанам постоянные пропуска. Благодаря этому на Черниговщине обосновался униатский священник Раченко, а монах базилианин Ириней Вигоринский основал униатские общины в Виннице, Житомире и Каменец-Подольском. Еще пять грехкатолических священников поселились на Волыне. Аналогичная ситуация складывалась с грехкатолической миссией среди советских военнопленных. С целью ограждения от нежелательного влияния грехкатолического празилитизма униатским священникам было запрещено проводить пастырскую работу среди военнопленных, содержавшихся в лагерях на территории генерального губернаторства и Германии. Опять же, ситуация изменилась только в 1943 году. В 1943 году митрополит Андрей Шептицкий предпринял последнюю серьезную попытку установления униатского патриарха на Украине с помощью немецких властей. По его просьбе Ватикан поручил папскому нунцу в Германии Чезаре Арсениго прозондировать почву в Берлине относительно данного вопроса. Ответ немцев был отрицательным. Вероятно, по этой причине вышедших вскоре после этого двухпослания главы УКГЦ к духовенству и по делу взаимопонимания, процесс униатской миссии среди православных верующих обрисован как дело будущего, а в нынешний момент митрополит призывал взаимопонимание. Как видим, по вопросам объединения с православными церквями епископат УКГЦ в годы немецкой оккупации, несмотря на тяжелые условия сообщения, находился в переписке с Ватиканом и все серьезные шаги предпринимались только с его благословением. Также в апостольскую столицу посылали четкие бумаги, отчеты о ситуации в Галичине и прочих оккупированных территориях бывшего Советского Союза. При этом как следует опять же из документов германские власти не поддерживали эти устремления к католической церкви, потому что немецкой администрации оккупационным властям было гораздо выгоднее, чтобы все церкви были раздроблены, соответственно, да, они боялись усиления Ватикана, если бы греко-католическая церковь получала больше приходов и больше власти, соответственно, также не поддерживалась и православная церковь, поскольку боялись ее усиления, власти, по сути, старались использовать каждую из церквей для удовлетворения своих задач. Переходя к итогам, да, хотелось бы отметить, что в годы немецкой оккупации история греко-католической церкви наполнена серьезными противоречивыми фактами. С одной стороны, местная иерархия смело трудилась в соответствии со своими духовными убеждениями, невзирая на обстоятельства, старалась достичь тех задач, которые перед ней были поставлены любыми способами. С другой стороны, они выступали коллаборантами нацистского режима и украинских националистов, за что были часто порицаемы. В данном случае мы можем отметить, что униатские епископы и духовенства в своих действиях отражали мировоззрение и устремление своей паствы украинского населения Галичины, и мало чем в этом отличались в принципе от представителей других конфессий оккупированных территорий Украины. Важно и то, что несмотря на участие греко-католического духовенства в непопулярных акциях, уже мной перечисленных, как свидетельствуют украинские историки, в годы войны среди местного населения возросло доверие к УКВЦ из-за ее благотворительной деятельности, которую они тоже довольно активно проводили. На этом я завершу свое выступление. Если есть вопросы, коллеги, буду рад на них ответить. Спасибо. Так, можно вопрос задать? Если как скажет модератер как скажет модератер, да? Пиро-Antонию, не слышу, нужно accendать микрофон. Пиро-Antонию, не слышу, не слышу, нужно accendать микрофон. да, задавайте, с удовольствием послушаем вопросы. Да, да, спасибо. Меня зовут Сергей Веремеев, я из Беларуси. Ну, во-первых, спасибо за такой интересный содержательный доклад, и там, в частности, у вас прозвучали сведения касательно Беларуси и касательно Антона Неманцевича, который, собственно, был назначен Шептицким в 1940 году экзархом. Так вот, я хотел вас уточнить, откуда у вас сведения, что он был епископом? Потому что в нашей историографии белорусской ряд исследований есть на этот счет, и он везде фигурирует как священник, что был непосредственно священником. Вы встречали информацию, что он был епископом? Хотел это уточнить у вас. Так, вы знаете, сейчас я посмотрю этот пассаж. Мы в данном случае ориентировались на украинских историков, когда готовили вот этот пассаж о Неманцевиче. Но я тогда уточню, потому что это очень интересная информация. возможно, здесь было определенное недопонимание нашей украинской и белорусской историографии. Надо тогда уточнить. Я полагаю, что у вас на вашей стороне больше правды, с учетом того, что все-таки это представитель вашей страны. я тогда себе помечу. Можно с вами потом отдельно списаться, созвониться на этот вопрос. Буду рад. Будет интересно дополнительно изучить этот вопрос. Спасибо. Да-да. И, возможно, вас заинтересует. У нас есть исследование, позволяющее глубже рассмотреть вот этот сюжет насчет смерти Неманцевича. Он умер в тюрьме, но есть у нас исследование, согласно которым, по косвенным данным, что он, возможно, был убит немцами в тюрьме в январе 43-го года. И, в частности, по одной из версий за контакты с Жептицким, с украинской стороной. Да, вполне такие интересные его заключения. Надо будет над этим изучить. Спасибо большое, Сергею, очень было интересно услышать ваш вопрос. И тогда надеюсь на дальнейшую совместную работу над этим будем изучать. Спасибо. А если еще какие-нибудь вопросы по докладу Шаблина? А если нет, тогда давайте продолжим. Спасибо, Дмитрий, большое за ваш поддержание доклада. Сейчас я очень охотно передам слово профессору Екатерине Ждановой, которая представляет Московский университет имени Ломоносова, который нам расскажет о помощи Ватикана советским военнопленным во время и сразу же после Второй мировой войны. Пожалуйста, профессор. Добрый день, коллеги. Уже, наверное, добрый вечер скорее. Во-первых, хотела бы поблагодарить вас за такие подробные содержательные доклады. Очень интересно было все слушать. Ну, а я хочу вам презентовать доклад свой. И вот в своем докладе я бы хотела осветить проблему помощи Ватикана советским военнопленным в годы Второй мировой войны и после нее. Также мне хотелось бы познакомить вас с документами, которые были обнаружены в архиве Ватикана в ходе поездки в марте 2020 года накануне пандемии и в сентябре этого года. Для реконструкции выбранного нами сюжета были использованы материалы комиссии помощи, которая оказывала поддержку военнопленным, беженцам и перемещенным лицам. Кроме этого были изучены документы архива Нонциатура Италии и документы второй секции государственного притариата Ватикана. Комиссия помощи была создана в сентябре 1939 года, сразу же после начала Второй мировой войны. Комиссия не просто собирала и обрабатывала информацию о пострадавших, но и оказывала материальную помощь. Географически радиус ее действий затрагивал все страны, где находились Нонци, а рассматривая ей вопросы, были как собственные ее инициативы, так и реакции на частные запросы. Первые документы комиссии связаны со спонтанной инициативой прилатов под руководством кардинала Монтини. Это была идея оказать помощь обратившимся к ним полякам. Война набирала обороты, поэтому требовалось создание более-менее структурного органа, и в результате чего Монтини привлек к работе комиссию Баллы Джобе, Карла Хьярло, Антонио Рибери, Луиди Чентоза и Дона Марио Бринни в качестве секретаря. Далее к работе стали привлекаться Нумсы и иные представители Святого Престова. Комиссия заседала часто с ноября 41-го года до июня 1946-го года. Последние заседания были связаны с репатриацией, помощи больным и раненым, обменом пленными, помощи беженцам и перемещенным лицам. После военное время ее деятельность преимущественно была связана с частными запросами. Помощь комиссии гражданам СССР прекратилась примерно в начале 50-х годов. Из документов мы можем получить информацию о визитах Нумсы в лагеря, реакции военнопленных на помощь Святого Престола, форме материальной помощи советским военнопленным и также узнать финансовую сторону вопроса, какие средства вообще были затрачены на высокой миссии. Первый тематический блок, который можно выделить, это группа источников, посвященная визитам Нумсы в лагеря военнопленных. Летом 41-го года после вступления в войну СССР в комиссии рождается мысль о сборе информации о русских военнопленных. Из записи с летнего заседания мы видим рассуждение комиссии. Смелая идея предлагается к размышлению, попросить Нумсов узнать информацию о пленных русских на их территориях. Таким образом, можно было бы сказать миру, что Святой Престол занимается также и русскими. И вот с этими предложениями изначально обратились к Нумсам в Венгрии, Румынии и Италии. Архив предоставляет весьма скудную информацию о положении в Венгрии. А Нумсы Анжела Ротта в сентябре 1941 года в письме Мальоне сообщил, что пообщавшись с Министерством иностранных дел выяснил, что пленных русских на территории Венгрии нет. В октябре 1941 года Нумсу уточнил информацию. В Венгрии находилось четыре ранних русских, которые вскоре должны были быть переданы в руки немецких властей. Совершенно иная ситуация сложилась в Румынии. Нумсу в Румынии Андрея Касулло сообщил, что лагеря есть и что он может нанести туда визит. И вот 30 августа 1941 года Нумсу пишет кардиналу Мальоне о своей встрече с министром Антонеску накануне 29 августа. Антонеску выразил свою благодарность, но сказал, что не представляет, каким образом вообще можно устроить этот визит. Видимо, это было связано с тем, что в Румынии в этот момент еще не было русских военных пленных, она только-только ожидала их наплыв после падения Одессы в октябре 1941 года. По крайней мере, вот эта информация была передана в письме Касулло. Нумсу не сдавался, в ноябре 1941 года он написал Мальоне еще одно письмо, в котором обозначил, что вновь просил от аудиенции у Антонеску для прояснения ситуации, но в том же письме отметил, что министр был занят, и поэтому встреча была отложена. Тогда Нумсу обратился к другому министру, министру Давидеску, с тем же самым вопросом, как вообще возможно попасть к русским пленам. Ответ министра был немногообещающим. Такой критичный момент по его представлениям совершить поездку в лагеря было бы весьма проблематичным. Примерно в это же самое время Касулло посетил раненых солдат в Институте Дели Суорре Носра де Санта Мария, Нотр-Дам де Сион и Дель Санаторио Франчезе. Сложно сказать вообще что-то конкретное о содержащихся там, но вероятнее всего среди раненых были и православные. По крайней мере сам Нунц отмечает, что когда он передал благословение, то оно было воспринято с почтительностью как католиками, так и православными. Ну и кроме благословения Касулло подарил присутствующим изображение Мадонны. По военнопленным и в конечном счете удалось получить информацию. Группа советских пленных находилась в Бухаресте, при этом часть была под контролем немецких властей и часть под румынским контролем. Что касается религиозных принадлежностей принадлежностей пленных, то Нунц получил и эту информацию. Этот вопрос он обсуждал с ректором Русиком и Егоркой, который как раз в тот момент находился в Румынии и был в курсе о религиозной принадлежности заключенных. Егорка, значит, передал свою беседу с одним из немцев румынских гражданином, что в Будеште, это 40 километров от Бухареста, находится лагерь с пленными русскими, примерно 20-25 тысяч человек. Лагерь был под контролем немцев, которые выбирали наиболее работоспособных людей в возрасте от 18 до 25 лет и формировали из них группы по 50-150-200 человек для отправки на работу. Егорка отметил, что пленные не демонстрируют признаков религиозности, а даже наоборот равнодушны, подозрительны, враждебны. И по словам ректора Русикома, они были такой табула расы в религиозном отношении. Поэтому, несмотря на даже вот эту видимую враждебность, Егорка сделал вывод, что в случае контакта с католическими миссионерами они смогут стать католиками. Ну вот, следующий отчет, который мы дальше имеем у деятельности Нунция в Румынии, это уже отчет июня 42-го года. Это был отчет о масштабной поездке по четырем лагерям Владень, Корбень, Васлу и Индепенденция. Нунция предоставил точные данные по русским пленным, сообщая об их религиозной принадлежности. Ну, в одном там у лагерей находилось 1400 человек, из них 1260 православных, в Корбене 995 человек, из них 845 православных, Васлу 2538 человек, соответственно, 1400 православных, ну и в Индепенденциях 2440 человек, из них 1600 православных. То есть, как мы видим, подавляющее большинство, это все-таки были православные. 1-2 июля 42-го года, уже через месяц, Нунция вновь побывал в лагере Депенденция и Васлу, куда были переведены пленные с фронта в районе Керчи и Харькова. Весной 43-го прошла вторая поездка Нунция-Касуо в лагеря. Ее согласование состоялось на заседании комиссии помощи 2 марта 1943 года, где было сказано, что в Румынии находится примерно 25 тысяч советских пленных. Участники заседания пришли к мнению, что военнопленным стоит передать подарки к Пасхе, потому что, во-первых, они ничего не получили на Рождество, ну а во-вторых, потому что православной традиции Пасха отмечается более торжественно. И, как и ранее, было решено отправить изображение Богородица. Но только теперь на нем было размещено пасхальное поздравление от Папы Римского. Текст готовил и переводил Александр Евреинов. 31 марта 1943 года Ксуо передал комиссии, что договорился с Антонеско о визите в лагеря. Следом уже 7 апреля секретариат получил подробный отчет о встрече Нунца с вице-президентом Совета Министров, на который, интересный момент, последний сказал, что перед приездом в лагеря надо будет поместить пленных в лучшие условия. И вот это место в отчете, оно подчеркнуто отдельно, рядом стоит вопрос в документе, но, видимо, это вызывало определенные недоумения. Ксуо сообщил, что посетит лагерь только в окрестностях Одессы, так как передвижение в какие-то другие места опасно. Обратный путь, по его мнению, должен был пролегать через Буховину. Поездка состоялась в период с 27 апреля по 5 мая 1943 года. И в поездку Нунца отправился не один, с ним поехала целая группа правительственных представителей от Трансмистрии, Бессарабии и Буховины. По приезду Нунца отправил кардиналу Мальону благодарственное письмо от военнопленных из лагеря Будешти. Но вообще Касула планировал еще одну поездку летом 1943 года, но ее пришлось отложить до октября из-за болезни в лагерях и летней жары. В конечном итоге третья поездка состоялась с 28 октября по 4 ноября 1943 года. Подробный отчет был предоставлен 10 ноября и, исходя из его текста, часть русских все еще сохраняла веру. Католиков в лагере мало, только среди поляков и выходцев с Галицией. Большинство православные, но также много мусульман. Судя по всему, верующая часть пыталась хоть как-то обустроить свою религиозную жизнь. Нунца встретил в лагере Тимишара пленного священника, который не совершал литургию, но, как он говорил, управлял пением и молитвой. Нунца даже особенно прокомментировал это. Он делает, что может, бедняжка. Пленам разрешили построить капеллу и Нунца по этому поводу написал, что говорят, что большевики превращают церкви в конюшни, румыны, наоборот, обращают конюшни в церкви. В ходе поездки Нунцу удалось посетить несколько лагерей, в которых каждому пленному были розданы по 20 сигарет, бутылки вина или пива, изображение Мадонны, причем было указано, что 2200 штук было роздано и 1200 маленьких металлических крестиков. Собственно, это была последняя поездка к ословой лагеря, поэтому более информации никакой здесь не предоставлено. Следующая страна, по которой в архиве представлена информация, это Финляндия. Первое упоминание о ней в архиве относится к ноябрю 1942 года. В сообщении секретариату было передано содержание статьи газеты Красного Креста о поездке представителей организации к русским пленным Финляндии с целью раздачи 5000 пакетов подарков от Швейцарии. Статья была необнадеживающей, в ней автор писал, что пленные получают примерно по 1000 калорий в день и уже около 20 тысяч человек в Финляндии скончались от голода. Эта же информация была напечатана в информационном бюллетене декабря 1942 года. Ну и, конечно, узнав об этом, комиссия сразу же отправила запрос апостольскому викарию Финляндии Вильяму Коббину, чтобы тот предоставил подробную информацию о пленных русских. 14 января 1943 года викари сообщил, что на июле 1942 года в Финляндии в плену находилось 56 тысяч русских, из которых действительно скончались 12 тысяч человек. Но только, как он говорил, не от голода они скончались, а от полученных ран. Само финляндское правительство действительно испытывает финансовые трудности с тем, чтобы прокормить пленных, отмечал Муссель. Архив не отвечает на вопрос, как викарию удалось получить эту информацию. Вероятнее всего, он ориентировался на содержание беседы шведского журналиста с комендантом лагеря, которая состоялась в декабре 1942 года, потому что именно этот текст потом дальше был переслан в комиссию. Исходя из содержания этой беседы, следовало, что к августу 1942 года действительно скончалось 12 тысяч человек, но виной гибели является не голод, а ранение, как я уже сказала. Комендант отметил, что смертность снижается. В феврале это было 1,73%, в мае 0,86%, в октябре 0,14%. Обвинения в низком колораже рациона, по его словам, не имели смысла, потому что обычная норма составляла 1898 калорий, для занятых на работах почти 2400 калорий, для тех, кто занимался тяжелым трудом и для больных, примерно 2800 калорий. 28 марта 1943 года комиссия подтвердила поездку бекария в лагерь и выделила ему 16 тысяч шведских крон. 30 марта 1943 года Коббек совершил свой визит к военно-пленным. В своем отчете он предоставил сведения, что практически все пленные это поляки и выходцы из балтийских стран, и среди них находится примерно 150 человек католиков, а также некоторое число грех-католиков. Коббин отметил человечность и хорошее отношение к пленным русским. Интересным ему, допустим, показалось наличие в центре двора лагеря ящика, куда каждый мог бросить свое письмо или вот какую-то жалобу. Ну и, соответственно, он так считал, что управление лагеря было так хорошо устроено, что каждый мог пожаловаться на условия быта, и дальше, соответственно, управление лагеря пошло бы заключенному навстречу. Это по Финляндии тоже, вся информация. Что касается Италии, то здесь Нунци Барганджини Дулка информировал Ватикан о положении советских пленов на ее территории. От Нунци поступила информация о наличии русских пленов в Италии уже в конце 41-го года, поэтому Святой Престол сразу же попытался получить какую-то либо актуальную информацию, либо поименные списки. В январе 42-го года в письме, которое было адресовано послу Италии при Святом Престоле сообщалось, что Святой Престол желает организовать информационную службу для русских пленных. Но, однако, ответ посла противоречил информации, предоставленной Нунци. Было указано, что советские пленные в Италии пока что не появились. А в июне 42-го года правительство Италии вообще сообщило, что не может передавать новости о советских пленных, так как это должно согласовываться с германским правительством. Которую в Италии смогла предоставить списки только в декабре 1942-го года. Дальше они были переданы Майрону Тейлору, личному представителю Рузвельта при Святом Престоле, а тот уже дальше передал их своему правительству. То есть мы видим, что в отдельных случаях комиссии все-таки удавалось получить именно поименные списки, ну а дальше она вот как на примере Майрона Тейлора могла передавать уже этот список заинтересованной стороне. В марте 43-го года в Италию стали активно пребывать русские военнопленные. И, как сообщало итальянское посольство, условия жизни в лагерях были абсолютно приемлены. Ну, возможно, поэтому Духа не посетил ни одного лагеря. При этом на заседании второй секции секретариата был поставлен вопрос, кому вообще поручить задание о духовной помощи пленам? Первой секции секретариата или же комиссии? Документ об окончательном решении в архиве не отложилось, но можно предположить, что рассмотрение вопроса было передано именно в комиссию, так как, во-первых, все похожие вопросы решались через нее, а во-вторых, потому что комиссия и дальше работала с отдельными просьбами о помощи, которые поступали в Италии. И вот, если правительство Италии, Финляндии, Румынии пошли на контакт со Святым Престолом по этому вопросу, то германское руководство так и не допустило Мунса Чезера Арсениго до лагерей военнопленных. По задумке Ватикана можно было организовать передачу данных на русском языке по радио, но его трудность представляла получение информации о пленных из Германии. Уже в момент возникновения идеи о сборе информации, о сборе о пленных, Риберин написал кардиналу Мальону, что немцы никогда не предоставляли сведения о пленных и вряд ли их позиция изменится в отношении русских. В январе 42-го года в своем письме Мунс в Германии подтвердил опасение Святого Престола по этому вопросу. Он сообщил о недоверии со стороны немцев к этому проекту. Они требовали, чтобы таким же образом им была предоставлена информация о пленных немцах в России. А вот СССР такие сведения Святой Престол получить не мог. Там не было официального представителя и через Италию информацию тоже было затруднительно получать, потому что, как сообщал Мунс в Италии, то СССР не принял Женевскую конвенцию 1929 года, в связи с чем у СССР и Италии не было общей базы для общения по этому вопросу. Таким образом, мы видим, что при наличии возможности и готовности правительств нунциям удавалось посещать лагеря. Они могли духовно окормлять военнопленных и раздавать какие-то подарки. Но при этом нунцы фиксировали условия, в которых проживали пленные и в подробностях передавали эту информацию Ватикану. Так как та картина, которую наблюдали представители Святого Престола, иногда не совпадает с реальным положением вещей, то, по всей видимости, у комиссии могло сложиться немного искаженное представление о жизни в лагерях. Следующий тематический блок, который я хотела бы посмотреть на примере на документах комиссии помощи, это виды материальной помощи, которую оказывал Ватикан. Как уже было сказано, во время одного своего визита нунцы Румынии подарил раненым изображение Богородицы. Практика распространения среди пленных иконок была достаточно распространена и вообще, видимо, обсуждалась еще в 41-42 году, потому что сохранился документ от 13 марта 42 года, в котором директор утренней католической газеты Италия сообщает, что возникли определенные задержки с отправкой изображений с молитвами на русском и украинском языках. Значит, практика такая существовала. 8 апреля 42 года КСОО в письме Мальоне предложил во время своего следующего визита оставить русским изображение Богородицы. Документы заседания комиссии сообщают, что для поездки нунца были приобретены несколько тысяч изображений Богородицы исток катехизисов. 24 мая 42 года секретариат Ватикана сообщил нунцу о решении оставить символические воспоминания советским военнопленным. Кроме того, несколько тысяч иконок с молитвами на русском и украинском языках было решено передать тоже этим же самым военнопленным. помимо этого нунцу передали краткий катехизис на русском языке. 28 июля 1942 года из Румынии подтверждает, что изображения были получены. И из этого же документа мы понимаем, что первую свою поездку по каким-то причинам изображения передать не удалось. А вот второй визит был более успешным. Иконки были розданы, причем часть даже осталась. Нунца сообщил, что так как пленные продолжают пребывать, то ему в конечном счете удастся все-таки все раздать. Помощь нунцу 21 августа 1942 года комиссии были отправлены 100 катехизисов. 11 тысяч изображений спасителя на русском языке, 5 тысяч изображений Девы Марии на украинском языке. 11 декабря нунца сообщил, что получил все. Также сохранились документы о том, как в 1945 году нунца попросил секретариат прислать новый завет на русском языке. Запрос был передан в Русиком, откуда в июне были отправлены книги, ну еще и иконки с молитвами. По материалам Финляндии можно увидеть, как отправлялись помимо непосредственно предметов деньги. 30 октября 1942 года была получена телеграмма из Хельсинки, в которой было указано, что папское представительство получило 4 115 шведских крон. В сообщении от 25 ноября 1942 информация была подтверждена еще раз, деньги не напрямую вручались пленным, а передавались Министерству иностранных дел Финляндии, судя по сообщению, от 5 февраля 1943 года. Также Министерству предложили приобрести необходимые вещи для других наций, если останутся средства. Как следует из отчета Коббена в ходе своего визита в лагерь, он раздал пленным подарки, приобретенные военным командованием на деньги Святого Престола. В подарочный набор входили шерстяные носки и коробка мармелада. Кроме того, пленные получили бритвенные приборы, средства для обуви, игру в кольца, мишень со стрелами, шашки, карманные зеркала и даже музыкальные инструменты. На примере Италии мы видим, как, допустим, на поступавшие сообщения выделяли средства на покупку подарков для 20 советских пленных, которые находились в руках немцев. На покупку сигарет для пленных выделили 2050 ир. Также для этих целей были отпечатаны Евангелие на русском языке и иконки с молитвами. Следующее, что можно еще отметить, что в июне 44-го года из-за дела помощи апостольской нунциатуры в Италии поступило письмо, в котором было указано, что поддержка оказывается как деньгами, так и натурой, если на то предоставляется возможность. Итак, мы видим, что Ватикан оказывал помощь советским военнопленным как религиозными предметами, то есть это отправка иконок, религиозной литературы, крестиков, так и вполне бытовыми вещами. Кроме того, в число подарков от нунцев, как правило, входили вино и табак. Следующая информация, тоже, которую можно почерпнуть из документов архива, это реакция со стороны военнопленных на визиты нунцев или подарки, которые были получены от имени из этого престола. Вот, например, апостольский векарь Финляндий сообщал, что все пленные благодарили Папу. В момент благословения католики преклонили колени, а неверующие выказывали знаки уважения. А Кобин отправил Мальон и прямо такое благодарственное письмо, цитата, «Мы, военнопленные лагеря 8, от всего сердца благодарим вас за ваше внимание к нам, к людям, к несчастью, отрягшимся от Бога. И теперь мы благодарим Господа Бога, что нам довелось попасть на пусть истинной и восстановить веру в Бога, которую у нас большевики старались отнять, заменяя враждой и невежеством. Благодарим вас и желаем вам всего наилучшего в жизни». Это очень позитивное письмо. В июньском сообщении отдела помощи апостольской нонсиатуры в Италии говорилось о всеобщей благодарности милости святого отца и что иногда русские возвращаются к вере в божественное проведение. То есть, в принципе, в своих отчетах все русы указывали об одной и той же реакции военнопленных, что все были благодарны по мацу. Также архив предоставляет нам возможность ознакомиться с финансовыми делами комиссии помощи. Часть расходов в архиве обозначена в лирах, часть в долларах. Нередко на полях указан перевод из лир в доллары. Печать иконок, молитв, катехизисов, все это требовало финансовых вложений. И вот в зависимости от места печати и предметов затраты разнились. Например, в августе 42-го года для Кассола изображения были напечатаны бесплатно. Катехизис по цене одной лиры за штуку. Комиссия даже еще и скидку смогла получить. Для пасхальной поездки весной 43-го года изначально на человека была определена норма четверть доллара. Почему именно такая норма? Потому что такая же сумма выделялась и в качестве рождественских подарков для всех, когда советским военнопленным не было ничего отправлено. Но пообщавшись с Доном Бринни стало понятно, что четверти доллара в Румынии не хватит даже на коробку дешевых сигарет. И по всей видимости было решено увеличить норму. Документов не сохранилось, но мы видим, что Нуций подарил не только даже эти сигареты, но еще и пиво и вино раздавая на плен. В апреле 43-го года также допустим Петру Руси спросил пасхальные дары для пяти русских в Италии. Комиссия на это выделила тысячу вирн. Например, в печати Евангелия на русском языке для русских военнопленных в Италии можно увидеть, что затраты на печать зависели от условий типографии. Так как идея вступила от ректора Русикума Филиппа Де Реджеса, то он и посчитал примерно затраты, что нужно было 1750 долларов на типографские расходы. С типографией, о которой думал ректор Русикума по каким-то техническим трудностям не удалось заключить договор, поэтому было решено опечатать типографии полиглота Ватикана. Печать Евангелия обошлась и том престола в 150 тысяч лир за 4000 копий. В юнском сообщении отдела помощи апостолиста и нунциатура мы читаем, что святой отец выделил для помощи русским в Италии 10 тысяч лир в июле 43-го, 5 тысяч лир в октябре, 5 тысяч лир в ноябре 43-го, 10 тысяч лир в декабре и дальше каждый месяц 1944-го года он тоже выделял по 10 тысяч лир. Я бы, к сожалению, с самого начала не попросила предоставить мне возможность поделиться экраном, потому что если это возможно, я бы показала таблицу. Если невозможно, то я устно перескажу, что вообще есть в этой таблице. Можно, да, или нельзя? Видно? Отлично, отлично. Значит, здесь у нас приведен фонд комиссии СССР, я составила таблицу по данным, которые были предоставлены в архиве. И, как мы, в принципе, видим, то сумма поддерживалась всегда более-менее на одном уровне, за исключением одного периода с апреля 43-го до весны 44-го года. Вот в какой-то момент сумма вот прямо совсем стремится к нулю здесь. Как это объяснить? Ну, с одной стороны, возможно, что это было связано либо с какими-то крупными актами помощи в отношении других стран, потому что комиссия ведь оказывала финансовую поддержку не только Советскому Союзу, либо же это было связано с какими-то вообще финансовыми трудностями Сестого Престола. Это время как раз было с временем смены правительства и оккупации Рима-немца. Поэтому, почему здесь у нас получается такая небольшая сумма, не совсем понятна. Ну, что касается финансовых вопросов и вообще отдельно стоит сказать о послевоенной инициативе Ватикана. Я пытаюсь вкратце, чтобы затягивать время. После военной инициативы Ватикана по мирному договору с Италией 1947 года Италия была обязана сдержать и выдать военных преступников. Вопрос этот был одним из самых волнительных, как отмечал кардинал Тордини в письме к Нунцию Докер. Аргументация кардинала строилась на убеждении в том, что по своему возвращению беженцам будут вынесены несправедливые приговоры. Поэтому он задал Нунцию вопрос, как итальянские власти планируют согласовать свои обязательства с защитой прав человеческой личности. На это Нунция отправил заметку, причем он так сказал общее, что высказываются мнения, что лучше всего заставить коллаборационистов и военных преступников уехать как можно скорее, так как понятия военных преступников в разных странах трактуются по-разному в зависимости от собственного законодательства. Вот этот конкретный обмен мнениями он был связан с судьбой хорватов и славянцев, католиков, которые требовали югославские власти. Но в принципе он демонстрирует нам, что двигало Святым Престоловым, когда он выступал с призывом о милосердии побежденным или военным преступникам. И вот что касается советских военнопленных и военных преступников, то есть военных преступников, которых признало советское правительство, то в Италии был создан лагерь Речона, находившийся под совместным руководством англичан и американцев. Там содержались советские граждане. Вот как сообщает российский историк Колупаев, в этом лагере были не только перемещенные лица, но и военнопленные, причем это были бывшие участники армии Власова. Во всех документах Святого Престола, архива комиссии помощи, которая относится к этому сюжету, нет разделения на категории военные преступники, перемещенные лица, беженцы, поэтому Ватикан либо был не в курсе об этом, либо не считал нужным выделять коллаборационистов в отдельную группу. Для представителя Великобритании при Святом Престоле в мае 1947 года была подготовлена нота, что если британское правительство затрудняется предоставить новое место жительства находящимся в лагерях, то Ватикан может посодействовать в этом вопросе, договорившись с Аргентиной о переправке пленных. В том же мае 1947 года уже было получено письмо о решении британских властей передать военнопленных лагеря реченых в руки советской власти. Еще один лагерь, судьба которого отразилась в архиве очень кратко, это Липарик. Пленным комиссия выделила в 1947 году ботинки, одежду, другие вещи. И вот здесь мы можем с уверенностью сказать, что Святой Престол был в курсе того, что там находились военные преступники. Это видно из документов Фонда Конгрегации Чрезвычайных Церковных Дел, где отложилось письмо Конгрегации по делам Восточных Церквей кардиналу Тардин. В письме было сказано, что в тюрьме находится 25 русских, которых СССР запрашивает как военных преступников. Еще 40 обвиняются в лагере на Липаре. Конгрегация была обеспокоена покорностью, как она отмечала это, итальянского правительства Москве, подозревая его в намерении выдать пленных. Судьба именно военнопленных на Липаре неизвестна, но есть свидетельства об отдельных случаях, когда Ватикан действительно способствовал переезду с территории Италии в Аргентину. Ну и вот, подводя итог, можно сказать, что новые документы, они детально воспроизводят механизм получения информации о советских военнопленных в Ватикан. Посредством Мунцев комиссия помощи получала актуальную информацию о количестве пленных, о религиозной принадлежности, условиях проживания в лагерях и в отдельных случаях передавала эту информацию правительству. Через Мунцев Ватикан раздавал военнопленным религиозные и бытовые предметы. При этом, хотя интересовался их религиозной принадлежностью, но фактор этот не считал решающим при принятии решения об оказании помощи. После военное время помощь советским военнопленным продолжилась. Защищая права человека, Ватикан также пытался помочь им, хотя в этом случае его деятельность успехом не уменьшалась. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Есть ли вопросы по этому докладу? Вижу, что вопросов нет. Насколько я понимаю, перед тем, как передать слово для координации заключения профессору Токареву. Хочу спросить, есть ли какие-нибудь вопросы к докладчикам, которые выступили с докладами сегодня во второй половине дня, а по утренним докладам тоже нет. Ну, тогда я вновь приветствую от лица отца Ардура за очень важную сегодняшнюю конференцию. Мы также и мы пойдем приветствие и наилучшее пожелание уважаемому академику Чубарьяну, а сейчас как раз я для заключительной церемонии этой академической нашего ученого собрания передаю слово профессору Токаревой. Пожалуйста, профессор Токарева, вы на связи, слышите нас? Да, 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 слышу, конечно. Спасибо большое, доктор Пьяти. Я должна сказать, что сегодня с моей точки зрения прозвучали на редкости держательные интересные доклады, почти все основаны на документах вновь открытых фондов, и я надеюсь, что эта работа будет продолжена, я сама чувствую это по своему докладу необходимость, очень надеюсь на помощь профессора Икса, которую он нам и раньше оказывал любезно, мы очень благодарны ему за это и надеюсь, что это будет продолжено и в будущем. Я хочу поблагодарить Папский комитет исторических наук и отца Ардура и доктора Пьяти за сотрудничество в организации этой конференции, благодарю всех докладчиков, выступивших сегодня с такими докладами интересными, особую благодарность, конечно, переводчикам с сегодняшнего дня и тем, кто нам помогал технически осуществлять эту конференцию, это сотрудники Российского исторического общества, это, в общем, как я убедилась, когда мы вначале устраивали пробы проведения, это, в общем, очень нелегкая задача и я им очень благодарна. Передаю эти благодарности также от имени академика Чабарьяна, который сейчас не смог с нами соединиться и надеюсь, что наши двусторонние конференции будут продолжены в будущем, конечно, очень хотелось бы надеяться, что они будут уже продолжены в очном формате, но если это все будет неосуществимо, то будем надеяться, что хотя бы вот так вот онлайн мы сможем видеться, сможем обсуждать различные важные проблемы. Таким образом, благодарю всех и надеюсь, что до следующих встреч. Доктор Пиатти. Игорь Михайлович, это неожиданно. Профессоресса, даем антиципе. Но мы скажем, 16 ноября во вторник в 15 время в Институте Российской культуры, в Центре Российской культуры и науки совместно с Папским комитетом по историческому науку, если подтверждает господин Шабалин, то мы должны связаться с российской стороной онлайн. Вы подтверждаете? Да, я полностью подтверждаю это. Замечательно. Я вновь еще раз повторяю приветствие от отца Ардура и благодарю от имени ватиканской делегации всех наших коллег с российской стороны. Но заключительное слово я бы оставил за профессором Токаревой. Ну, хорошо. Тогда в заключение я сделаю одно небольшое объявление. У нас есть договоренность с нашим академическим одним из самых уважаемых в том числе в мире везде журнале «Новая новейшая история». Есть договоренность о том, что в следующем году они предоставят нам тематический номер для размещения материалов этой конференции. Это будет четвертый номер. Я оповещу всех докладчиков и Папский комитет исторических наук, разумеется, о сроках, когда нужно присылать свои статьи. Еще раз спасибо и счастливо, дорогие коллеги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok